Обожаю высокие технологии. Подумать только. Я могу вводить текст любых размеров, как мне нравится. И если что, я могу взять отдельный фрагмент, вырезать его и вставить. Подумать только. На бумаге такого не сделаешь. Ах, технологии, вы опять победили. Позвольте я отвечу на звонок. Алло. 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 Я разучился писать. А это хорошо или плохо? Да и нужно ли вообще в 21 веке? Предлагаю разобраться. Знакомьтесь, это Максим. Технологии – важнейшая часть его жизни. Звуки входящих сообщений у него не замолкают, а весь рабочий день проходит под ритм постукивания клавиш. Для Максима представить, что клавиатуру заменит листок с бумагой – кошмар. Я уже привык очень-очень много печатать, что бывает, даже уже не смотрю на клавиатуру. Но бывают моменты, когда все-таки приходится прийти к рукописному варианту, и тут я понимаю, что я проигрываю даже во времени. То есть мне зачастую гораздо быстрее что-то напечатать, нежели написать от руки. Нет такого, конечно, что какие-то буквы позабыл, но все же рука уже немного не помнит, каково это писать. Куча-куча текста. В 19 веке рукописный текст был одним из основных методов копирования документов. И это несмотря на то, что печатный станок уже давно активно использовался. Каллиграфический почерк был востребованным навыком, а саму каллиграфию обязательно преподавали в начальной школе. Когда я пересматриваю тетрадь по каллиграфии выпуск ученика гимназии, то мое внимание, как и внимание многих наших посетителей, обращает на себя великолепно выведенные буквы. И вот мы перелистываем эту тетрадку, и в самом конце видим комментарий преподавателя о том, что наклон в 72 градуса не соблюден. Хотя вот нам, жителям 21 века, кажется совершенно невозможным так красиво писать. Затем прописываем букву «Н», также начинаем со средней линии рабочей строки, снизу вверх, длинная прямая с узкой петлей, и затем длинная прямая с закруглением в правую сторону. Теперь никто не станет требовать с ученика точнейшего наклона в 72 градуса. Обучение письмо от руки проходит скорее в ознакомительном формате. И уже с шести лет дети понимают, что пользоваться листком с ручкой в повседневной жизни непрактично. Они собирались в школу, они ждали, они готовились, им все интересно, они ждут скорее, когда же мы начнем писать. Но, когда мы спрашиваем, а зачем им это нужно, они иногда говорят, ну, чтобы что-то написать. Когда говорим, а что такое открытка, некоторые вообще не знают. И говорят, а зачем писать открытку? Так мы можем просто позвонить или отправить смс-сообщение. Во втором и в третьем классе действительно есть детки, которые гораздо быстрее набирают текст на компьютере, чем вот аккуратность и правильность написания, она страдает. Каждый грамотный, образованный человек должен уметь писать и читать. Специалисты говорят, возможно, простое правописание окажется на одном уровне с каллиграфией. Умению писать будут обучать в специальных кружках, письменность станет невостребованной, недоступной простому человеку, превратится в элитарный вид искусства, которым люди будут заниматься в качестве хобби. Для меня искусство каллиграфии – это как суперспособность. То есть люди, которые могут взять перо и так лихо что-то написать сразу, без разлинейки, без подготовки, просто потому что они это умеют. И я хожу сюда для достижения этого мастерства. Вне зависимости от того, канет в лето традиционный метод набора текста или нет, он всегда останется превосходным инструментом для развития вашего мозга, мелкой моторики и чувства прекрасного. Старательно выводили буковки «Роман-пастушок» и «Илья Заречный».